Добрый день, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – это денежный стынок. Данная лекция включает в себя четыре вопроса. Это экономическая сущность денежного рынка. Следующий вопрос лекции – это виды денежного рынка. Следующий вопрос – это понятие спроса на деньги. И заключительный вопрос данной лекции – это предложение денег и механизм его реализации. И что же такое денежный рынок? Это система денежных отношений, банковских и специальных финансовых институтов, которые обеспечивают функционирование совокупности денежных ресурсов государства, их постоянное перемещение и перераспределение под воздействием взаимодействия законов спроса и предложения. Основными особенностями денежного рынка являются то, что купля-продажа денег происходит только тогда, когда они есть свободные в наличии у одних субъектов и создались потребности их расходования другими. Следующая особенность – это передача товара-деньги. Она происходит условно в форме займа под обязательство вернуть эти средства в установленный срок или в виде купли облигаций, акций, векселей и других финансовых инструментов. Следующая особенность – это то, что в результате купли-продажи денег собственник не теряет право собственности на соответственно проданную сумму денег, а добровольно передает это право распоряжения ею покупателю на определенных условиях. Следующая особенность – это то, что в момент именно сделки продавец не получает эквивалента, а покупатель соответствующего реального права собственности. Он распоряжается купленным как ликвидностью временно, то есть не отчуждает эквивалентную сумму стоимости в товарной форме. И следующая особенность – это на денежном рынке деньги становятся определяющим объектом, то есть в их самоцель. Они передаются владельцам в чужое распоряжение именно прямо, а не в обмен на товары. Инструменты денежного рынка делятся на два вида – это на боевые, то есть недолговые и долговые. К недолговым относятся обязательства, которые дают право участия в управлении деятельностью покупателя денег. То есть в частности за продавцом сохраняется право собственности и получения дохода. И в известной степени право распоряжения дают акции, паи и страховые полисы. А к долговым инструментам денежного рынка относятся все обязательства покупателя. Вернуть, получается, продавцу полученную от него сумму денег и оплатить надлежащий доход. В зависимости от меры и условий передачи прав, долговые обязательства делятся на следующие виды. Это на депозитные обязательства, то есть посредством которых деньги передаются в полное распоряжение покупателя при условии их возвращения в указанный срок и уплаты дохода под, получается, проценты или без него. Следующее – это заемное обязательство. На их основе продавцы передают деньги с определенными ограничениями прав их использования. Все виды инструментов денежного рынка, их можно разделить на три группы. Это заемные соглашения, ими оформляются отношения между банками и клиентами. Это ценные бумаги, ими реализуются преимущественно прямые отношения между покупателями и продавцами денег. Это валютные ценности, то есть отношения между владельцами двух совершенно разных валют. Условный характер приобретает на денежном рынке – это цена-процент. Форма процента бывает в следующих видах. Это депозитный процент, это плата банков за привлеченные денежные средства. Это процент судны, это форма цены, а должных средств как капитала. Это учетный процент, который взимает банк, покупая ценные бумаги или векселя. Субъектами денежного рынка выступают юридические и физические лица. И, как правило, деньги продают семейные хозяйства, а покупают их инвесторы, то есть фирмы, компании, государственные структуры и тому подобное. Вся совокупность операций на денежном рынке делится на три группы. Это купля денег, это последнические операции и продажа денег. Место и роль денежного рынка заключается в следующем. То именно с денежного рынка начинается круговорот индивидуального капитала и движения денег, которые его обслуживают. И на нем же и завершается каждый отдельный экономический цикл. И благодаря денежному рынку формируется величина процента, как рыночной цены денег. Это самый важный экономический показатель, который определяет динамику роста воспроизводительного процесса. Следующее – это механизм денежного рынка осуществляет перераспределение денежных ресурсов в самые эффективные отрасли и сектора экономики и обеспечивает сбалансирование денежных потоков, индивидуальных субъектов экономической жизни и денежного оборота в целом. На макроэкономическом уровне денежный рынок обслуживает оборот всего общественного капитала и действует как ведущий структурный элемент денежного оборота в форме организации и движения общественного капитала государства. Взаимодействие стоимости и цены денег на рынке формируется на основе степени полезности денег и их количественного предложения. Виды денежного рынка – следующий вопрос. И в зависимости от назначения и уровня ликвидности финансовых активов различают два основных сегмента денежного рынка. Это рынок денег и рынок капиталов. В сегменте рынка денег, который еще называют монетарным рынком, покупаются и продаются денежные средства в виде краткосрочных суд и депозитных операций с целью обслуживания движения оборотных средств организаций, банков, общественных организаций, населения и государства. Объектом купли-продажи становятся временно свободные средства и валюты, а субъектами рынка денег выступают финансовые кредитные институты, которые мобилизируют и перераспределяют денежные средства юридических лиц и населения государства. В свою очередь, структура рынка денег состоит из валютного рынка и рынка краткосрочных банковских кредитов, которые имеют развитую сеть специализированных финансовых институтов, деятельность которых обеспечивает взаимодействие спроса и предложения на деньги, как на специфический товар. А валютный рынок, он охватывает операцию купли-продажи иностранных валют и платежных документов, которые обслуживают широкий круг внешнеэкономических операций, страхование валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, перемещение валютной ликвидности и тому подобное. По режиму функционирования валютные рынки подразделяются на свободные, то есть действуют без валютных ограничений и ограниченные, если валютные операции разрешаются уполномоченными органами или осуществляются по официально установленным валютным курсам. Рынок капиталов – это часть финансового рынка, на который осуществляют долгосрочные и несурочные кредитные операции, то есть больше одного года. Объектом этих операций выступают как деньги, так и ценные бумаги, акции, облигации, инвестиционные сертификаты. И рынок капиталов, он делится на рынок услуг долгосрочных и среднесрочных кредитов, на рынок ценных бумаг, то есть кредитные отношения, которые оформляются в виде ценных бумаг, которые могут покупаться, погашаться, продаваться. Рынок судного капитала, он охватывает отношения аккумуляции, купли-продажи, долгосрочных и среднесрочных кредитов и финансовых активов, получается, сроком использования свыше одного года, которое обменивается по альтернативной стоимости, измеряемой нормой судного процента. Структурными сегментами рынка судных капиталов являются рынок краткосрочных и финансовых активов, рынок ценных бумаг и также рынок долгосрочных банковских кредитов. Объектом операции на рынке выступают не сами деньги, а право на временное их использование на условиях возвратности, платности и срочности судов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова